Давайте по вопросам пройдёмся здесь. Сука, что там пройдёт? Вопрос как быть, если есть, например, плеча. Вопрос в ночь, например, в ночь. Четуран, ну, скорее всего. Ты с чего из-за чего могут быть эти болезни? Ну, не знаю. Вопросы? Не знаю. Вопросы это... То есть нет, будет такая, что надо долго, в месяц, в ночь я посыпаюсь, потому что не может быть надо. Моющая боль какая-то. То есть в практике ты делаешь, и стараешься там полить. Протечёт то, что там. Немножечек раз на голове делаешь, ну, как бы, делаешь сбоку. Не знаю, правильно, не знаю. В моей сёре у вас есть возможность отстроиться, вытянуть шею там, поставить, вздохнуть, выдохнуть, сорваться, сил не сделать. А аналазия — это поток, не можешь в поток скачать, потому что ты разборчиваешься. А что делать? Ну, если взять анатомический, какой-то подход к этому вопросу, да, там, не психический, да, там, психосоматический, а именно вот чисто анатомию, да, то тут надо изучать связи эти генетические, какая масса цепляет другую. Поэтому, если мы берём плечо, да, то тут связи, на самом деле, много. И одна из них, если мы, ну, во-первых, смотрим в каком положении, да, если ты показала мосты, по-моему. Вот, мост. То есть, если мост, то толкаюсь рукой, некоторые говорят, надо, ну, там, раскрывать плечи. Такая есть идея, да, там, у вас забиты плечи. Ну, человек может поднять руку, да, например, а у него рука она выпрямляется, у него плечи в целом не забиты. У него нет вот такого. Ну, что это? Значит, если рука выпрямляется, она не забита? В смысле? Нет, нет. Хорошо. Вот, поэтому... Подожди, я не ответил. Вот, поэтому, если у тебя рука выпрямляется, но при этом у тебя болит плечо в мостах, это не значит, что она у тебя закрыта. Ну, плечо забиты, как это, в гипертонусе там. А это может быть из-за того, скорее всего, из-за того, что это связано уже с тазовым дном. Так как рука, она у нас стягивает по мышцу, которая тянет поясницу, и поясница тянет таз в бедро. И это очень такая хорошая связь. Это тема семинара такого глубокого. Вот. Но в основном это происходит оттуда. То есть большой пост такой длинный, и я как писал его про мосты, я все собрал, короче, по мосту. Это как маменька, знаешь, там, 7 на мне. Вот. И там вот эта идея как раз я распаковываю, откуда берется болевые ощущения и работа именно плечей. Она как раз берется из тазобедренного, ну, таз и бедро. Понимаешь? То есть там, оттуда, вот отсюда работа идет. То есть зажата, зажимая в зажатой гипертонусе вот эти мышцы, они могут не пускать за счет вот этих кинетических цепей мышц, которые связывают именно работу плеча. А это как раз своя тема. Потому что я вижу уже у тебя, пока нет у тебя вот этого всего. И оно тебя цепляет, оно тебя цепляет и не дает, у тебя ты все время говоришь. То есть ты сама уже можешь эту цепочку приглядеть. Ты работаешь с этим и проявляется болевое ощущение не до вытяжения рук. Ты не знаешь, что с ними делать, как они работают. Хотя я тебе дал уже всю конструкцию, всю схему, все равно говоришь, что у тебя руки. Еще начинаешь болеть. То есть вот откуда, отсюда все идет. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Не, ну как, что делать? Во-первых, надо внимать, надо. Я говорю, что это… Если мы говорим о том, что причина в данном мире, или в забедре. Да. Вот с этой точки зрения, что делать? Во-первых, у нас есть практика. То есть можно, первая история, это начать в практике, искать эти связи, да, либо отходить как вариант и делать дополнительные упражнения. Но так как в аштанге-йоге это не очень, как бы, любят делать, да, некоторые вообще, как бы, сторонники вообще не давать. Но хотя бы тогда выбрать один какой-то вариант, максимальный какой-то, да, который даст вот это вот максимальное вытяжение этой мышце. Это один вариант. А второй – это искать в практике, где вы можете эту зону, которая вам нужна, растягивать максимально. Но эта зона – это какой? Я бы сейчас пытаюсь поменять. Я же говорил, бедро, таз, таз, бедро. У тебя с одной стороны, у тебя есть агонисты и андрогонисты. Агонисты четырехглавые мышцы – это будет противоположная двухглавая мышца, ягодичная мышца тоже цепляет. с этой стороны – это будет подвздошная мышца, прямая мышца живота, она цепляет противоположную тоже поясничную мышцу. Вот, все вот эти удобные. Ну, вот эти руки, когда у нас два подхожные, мы их не можем поднять, потому что спине они не дотягивают. Ну, и поэтому, да? Да, конечно. Ну, так-то мы их вытягиваем. Нормально. А когда мы начинаем собирать, в принципе, что и нужно, когда мы мозг делаем, чтобы они не были, нас не пускают. Не пускают. Но когда мы начинаем собирать, где мы? У нас же нет такого движения. У нас прямые такие, где мы там делаем, чтобы мы так ставим. В мостах. В мостах. Ну, да. Где еще? Ну, вот массовая. Ну, вот так стоит. Не, ну, там-то такого давления нет. Ну, да. А, то есть, не понятно. Как это вот? Как это разитирует? Получается? Это же спина? Вот, хороший вопрос. Надо эти мышцы, во-первых, что я говорю сразу, это первое надо найти эти мышцы, которые нам нужны, которые мы работаем, и искать первые варианты практики, искать второе отдельно. Вот в практике это надо распаковывать каждую асану. Я вам так сейчас вам все не скажу сразу. То есть, надо по каждой асане проходиться и чувствовать, где у вас она начинает работать. Вот, например, во второй серии, там есть вот такая вот оппозиция. Ну, да. Немные ноги там еще. Вот она здесь хорошо тянется. И мне тоже это надо. Я знаю, я беру там чуть головой себе там, вытягиваюсь. Я чувствую, что у меня вот эта работа, она идет, идет. Я расслабился. То есть, задача поймать эту мышцу, подтянуть ее. Там пять дыханий уже не обойдешься. Поймать ее и начать ее прям вот расслаблять. Почувствовать, что она все уже кайф, расслабилась, она все в тонусе, отпускаешь. То же самое в этой работе, где она есть. То есть, это такой вопрос творческий. Ты идешь медленно, по началам, я еще раз говорю, надо найти ее, эту зону. Найти, где она эта зона. А что, ты знаешь, что не растянут? Берей, не растянут руки, а руки. Вот, пожалуйста. Вот все. Ну хорошо. Ты допустил, даже прийдя в занимальную практику, пришел и стал тянуть их. Это отдельная работа. Да и все равно, правильность постановки вот этих рук, она меняет все. Куда ты их вывернул? А ты не парни, что правильно их вывернул. Во внутрь? Во вне? За счет этого схлопнулась ли шея или она не схлопнулась? То есть, сколько зацепили сразу всего, да? Там и там, и там, и там. И вот это надо все совместить. Вот в этом это весь твой вопрос. Что у нас происходит много работы, максимально много, с телом. И порой сложно, ну, в основном сложно разобраться, куда, чего вставлять, чтобы это подтянулось. Но это наука, как бы, это анатомия изучать. Я вам всем говорю, надо изучать самому эти, как сказать, цепи, цепочки, эти анатомические связи, как называются кинетические связи. То есть, откуда что тянется. И начинать эти мышцы по отдельности чувствовать. Чувствовать эти мышцы. Да, хорошо. У нас есть камень-прикновение. Четуранка. Ну да. Вот мы и делали неправильно. Потому что не хватает мулабанхи, не хватает мышц пресса. Мулабанхи? Нет, нет. Там тоже. Но если у вас не хватало пресса, как кор и мулабанхи, тогда у вас таз проваливается. А у вас таз не проваливается. У вас не работает грудной отдел. То есть, вы не можете разблокировать плечи. Вы не можете вот это движение сделать. Мало кто может это сделать. А нет, чисто физически. Вы можете это сделать. Чисто физически. Я же помню. Вы можете отдельно это сделать. Там. Собака морда вниз. Да. Собака морда вниз. Просто не собака морда вниз, а вот эта кошка подвигает. То есть, у вас позволяет физическая ваша конституция это сделать упражнение. Ну, когда вы начинаете опять же работать и соединять уже много групп мышц в четуранке. Там надо ноги держать. Там надо мулабанху держать. Там надо таз удерживать весь. Потом там дальше поехали. Это широчайшие мышцы. Мышцы спины. Там поясничная мышца спины. И тут мы когда доходим до лопатки, то тогда уже все уезжает. Потому что у вас смещается ваше внимание на другие части тела. Вам надо распределить баланс. Я говорю, там много чего. Там руки правильно поставить. И мозг, у него в основном нет такой связи, чтобы это сделать все сразу и быстро. Сразу и быстро. Например, вот Илья, он падает с пинча вниз. И у него вообще все рушится. То есть, у него таз уезжает. Я его отстраиваю. Я его отстроила. А когда он начинает делать это уже с амплитудой, так так сказать. То есть, не просто отброс. А для вас просто отброс. А тому же надо и это, и это, и это. То есть, надо и таз опустить. И это стремить. И не всегда это мозг успевает делать. Так он падает неправильно. Потом я говорю, таз. Он такой, оооо. И начинает таз опускать. И у него вот эти движения, они не совместные. Отдельно. То есть, он упал. Все это напряглось. Потом таз на место поставил. Голову поднял. И все классно. Понимаешь? Но это же надо все вместе делать. А это слишком много работы, я говорю. То есть, это такая синхронизация должна быть. Тогда будет амортизация. Понимаете? А так вы просто. То есть, там это, это, это. Понимаешь? Нет, нет связи мозга с этими мышцами. Что делать? С частями тела. Да, по-моему, у тебя. Это вечный вопрос. У вас каждая новая асана будет вам задавать тон этому, этой работе. Каждая новая асана, она включает аппарат еще глубже. Еще глубже. В этой работе есть? Конечно, конечно. Но это наработка определенная. То есть, ну, годами. То есть, это не вот раз и все. Стоп, стоп. Да, две секунды. Я просто почему говорю? Годами. Я вам эту что-то радую? Сколько лет назад дал? Сразу. Ну, а сколько вы занимаетесь уже? И вы ее до сих пор не отстроили. Да, поможет, каждый раз там тыкать нас ручкой, там, не знаю, вот тут вот такие, там, палками сразу, ну, балками, я не знаю. Нет, ну, с другой стороны, это видно, проводы с плечами. Слышь плечи. Опа, плечи. Нет. 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 Нет, нет, смотрите. Это паркодрессировка. Есть. Это, вот то, что ты сейчас сказала, это уже более тонкая работа. А есть более грубые, которые, она, хотя я эти вещи тоже вижу, но есть более грубые, которые быстрее нужно, так сказать, модифицировать в человеке. И на них я больше внимания обращаю. Чтобы там пока астма, ноги там в сторону не разводились. Чтобы они вверх тянулись, да, там, ну, к примеру. Чтобы эта форма была. А вот эти детали, про которые ты говоришь, это уже, извините меня, такие недешевые вещи. И их надо, как бы, ну, как сказать, нарабатывать самому. Потому что технику-то я дал, а вы, что вы ее не делаете? Что вы ее нарабатываете? Это недостаточно телесного опыта, понимаешь, у человека. Вы тебе рассказали, как? Ты вроде делаешь, да? А там ты делаешь, да? Нет. Конечно, конечно, все это улетает. Имеет место улетать, потому что много работы. Мы встаем, у нас там работа, дети, там все понятно. Мы там, там еще мозг. Я говорю, что эта работа больше мозга. Вот с чем вы сейчас работаете? У вас не должно быть много работы. У вас должна быть одна какая-то работа. Вот я сегодня там, даже вот на сегодняшний день, ставить себе задачу. Я вот с этой задачей работаю. Там четуранга, лопатки, все, поехали. Сегодня внимание на лопатки максимально. И ты начинаешь все там, там, там. Стараться, чтобы внимание сконцентрировано было там. Это же четуранги очень много. И можно работать с ней, пожалуйста. Пока это не будет на автомате? Да, конечно. Вы чувствуете, что хотя бы на автомате, хотя бы чуть-чуть вы почувствовали, что прогресс пошел. То есть, вы его уже контролируете. Если что-то не так, сразу уже некомфортно. Не так. Так вот, я еще хотела сказать. Вот смотри, как получается, что человек делает трактику. При этом у него не то, что не растянутся, не в тонусе, а определенные мышцы. То есть, он не может сделать асму так, как нужно. Не может сработать тем, чем нужно. Есть начальная форма, серединная форма и полная форма. Я сейчас не про форму асму. Не про это говорю. Это то, что человек походит на травму. Потому что он не тем. Да, если долбить, конечно. А если с самого начала должно быть внимание? Могу я это? Или я не могу? Или учителя должна быть принимаемая? Или учителя, да? Учителя в любом случае все контролируют. Вы думаете, что все это впустилось? Но все равно процесс идет. Любого чайка возьми, у всех процесс идет. Вот нет ни одного, кто бы у нас там завис, где-то там в углу занимался и что-то там сам бы делал. Нет такого. Возьми любого. Он скажет, у меня процесс. У меня процесс. У меня процесс. Нет. Юра со своей программой работает. Он работает с программой нон-стоп. У него без зависания. Мне вот это вот больше нужно. Что такое Юра? Не имеет значения. Чтобы он не зависал. Я постоянно говорю, не спать, не спать, не спать, не спать. Он виснет. У меня история. Давайте открыть коробку и спрашивать. Подожди, подожди. Вот Таня мне не рассказала. Давайте Таню. Я задала вопрос. Какой еще раз? По идее, не надо делать полные формы сразу. Да. Не растянуты у тебя. Степ бай степ. Да. Почему уже не даете полные формы? Нет. Какие-то там очевидные асаны? Индивидуально. Индивидуально. Что? Ты касается тебя конкретной асаны скажи. Нет. Я получила непроходящую травму. Я вот здесь живу там как-то и практикую. Но я сейчас отматываю на склад. Я понимаю, что мое тело было не готово ко мне июньща. Каким? Бакасами? Это, может быть, кстати, бакасами. Потому что… Отбросы. Бакасами. Отбросы. Ну, это вот эти упоры, они были неправильные. Потому что не было неудеянных ничего. Я держала себя руками и плечами. То есть это был максимально сильный толчок. Возможно, это было. И вот это все. И с падением в мозг. Ну, в дроби… А упала? Нет. Я это не держалась и ничего. Я просто падала на плечи и все. Да. Ну, вот это долбежку, да, в плечу. Долбежки. Без амортизации. Да. Это было стартом. А потом, так как практика идет, относительно не привык. Ну, тут, с одной стороны, да, это моя. Какая вина, да, первая. А второе, тут… Вам сложно все это, конечно, видеть все, чувствовать. Но, тем не менее, ответственность у вас все равно не снимается. То есть у вас тогда должно быть больше вопросов. То есть вы не должны сами забивать. А чем больше я говорю, что вы задаете вопросов, то тем быстрее вы можете открыть вот этот шлейф обидии, незнания. Да. Поэтому, чем больше вы общаетесь, какие-то вот такие варианты, да, там еще, ну, не важно, да, то есть… Вот, кстати, вот, пожалуйста, хороший пример. Она постоянно на связи и… И… Процесс идет. Процесс идет. Можно было говорить практику, чтобы вылечить и продолжать. Нет, нет, нет. Это… Все пройдет. Нет, это, ну, это такой, да, хардкорд. У меня была история. Хардкорд. Подолепасный, я спросил учителя. Я сделал, что… И про суставы, кстати. Вот у меня вот, например, вот это прямо вообще комфортное положение. То есть вот лечь, вот протокол. Вот лечь. Ну, вообще, ну, это… Это не… Это стрессовое состояние? Ну, это не условно. Я в стрессе был 35 лет. Ты, как бы… Неважно, сейчас я не перебил. Причина, сейчас не по причинам. То есть у меня вообще, там, другие четыре армии, и… Была такая проблема на обипасовке. То есть я задолбал учителей. Я говорю, как мне сидеть? Я не могу сидеть никак. С прямой спиной. Надо выйти на спину и сидеть. У меня перепрыгаются мышцы. У меня затекает колено. У меня отваливается. Потом садишься, типа, в мешок. Говорит, мне вот так вот удобно. Я говорю, что он засыпает, и он такой, как мешок не надо. И один учител говорит, ну, надо в принципе набежать. Другой учител не расслабленный. Я говорю, где? А вот боль говорит. Боль. Что делать? Говорю, здесь предел боли, которую я вот здесь могу терпеть. Что он мне ответил учителей? Ну, когда происходит, будет смерть. Вот что он мне ответил. Вот предел боли. Вот это предел боли. Да. И можно умереть. Нет, это… Нет, это тоже имеет ответ, как бы, место быть. Но тут такой… Он общий и такой больше хардкоровый. То есть, как бы, да, ты этот вопрос решишь когда-нибудь. Но что с тобой по дороге еще произойдет? У тебя там отвалятся колени. Потом у тебя, может быть, еще там позвоночник начнет уезжать. И в итоге, как бы, ну, ты вспомнишь слова, да, там, ну, да, что, умереть лучше, что ли? Ну, как бы, такой. Понимаешь? Ваштанги йоги больше работает именно с телом, поэтому, я считаю, вопрос решаться должен на другом уровне. Как бы, именно вот анатомически. То есть, надо разбирать свое тело, как оно может вообще биомеханически двигаться, либо не может. И, соответственно, искать какие-то вот эти цепи, разгружать точки… Я же говорил, первое – это упрощенные варианты. Это называется упрощенные варианты средины и полной формы. То есть, начинать сначала искать связи, как мы можем соединить мышцы на определенных позициях. И потихонечку их раскачивая, раскачивая, принимать средней и полной формы. Кто что нашел? У меня вот самый работающий способ оказался с постановкой у друг друга. То есть, у меня плечи вот так. То есть, у меня они все время отваливаются. Собаку морду вниз – это вообще просто кошмар. У меня вообще, у меня сейчас не отваливается. Я нашел, что у меня, например, постановка ступней и угол больше 7 дня. Я решил вот так вот их ставить, и мне настолько проще стало. То есть, я нашел положение вот тут не ног, то же самое здесь. Можно поставить чуть-чуть вот так. У тебя разгружается прямо очень сильно. То есть, чуть-чуть стопу поменял. Я нашел несколько положений, которые прямо вот даже здесь. Вот это тоже выход. У кого сустав расположен? Но под контролем. В некоторых раз нам очень помогает. Но под контролем. Потому что эти вещи, они в целом не биомеханические. Потому что смещение стопы вот в эту сторону и давление туда – это да. Если он не будет давить туда, пусть смещается. Если он не будет давить туда. То есть, у меня, например, положение требовало? Если ему так легче. Да. Ну, по идее там будет распределять и давить. И по идее, да. Но мы должны расстенуть эти, там же есть же техника. Ценили, давили и расценили. Вот не должно быть фанатизма такого. Вот так и только так. Эти границы очень хорошо как бы вскрывает анатомия. Когда вы понимаете, что первое, что есть границы у человека, определенные через которые именно строение костей. Есть такая тема – импичмент. Слышали импичмент? Это когда кости не могут дальше идти. В Пашаасане, например, мы думаем, что у нас ахиловые сухожилия не растянуты. А здесь может быть с другой стороны. У вас две кости соединяются вот с этой стороны. И они не дают дальше ноге идти. Понимаете? То есть, у нас как бы логика здесь, а работа может быть здесь. То есть, она сжимает и все. То есть, у тебя такое, как это сказать… Строение? Строение, да, индивидуальное. Я и говорю, что мы должны изучать это. Поэтому есть какие-то общие формулы. Вот они есть, да? Принятые. Но мы видим, что люди работают иногда вообще по другим формулам. Вот, например, бангкоковское шало. Они делают такие вещи для меня, которые в мою логику не помещаются. Там ноги в стороны, в мостах. Ну, вот в этих всех. Мне говорили, я сам это как бы на логике понял, да? Что есть крестец, да? Если крестец проваливается, да? То тогда он начинает сжимать седалищ, ну там много нервов, да? И поэтому, чтобы он не зажимал, его надо распрямлять. А распрямлять мы можем только когда соединяем ноги. Тогда таз начинает вылазить. Вот. Понимаете, понимаете, да? Помните, да? Вот. А у них все время стороны ноги. Ну, это что значит? Это значит, что если людям уже не другая работа идет, понимаешь? Которым надо разговаривать с учителем, кто это делает, но чисто анатомически это неприемлемо. На таких, как сказать, на ногу дальше. То есть, мы смотрим уже на… То есть, сейчас, да, это легче, это легче. Ноги стороны легче. Там можно глубже уйти, я сам это делаю. Но это, если взять в процессе времени глубокого, большого, то это нехорошо для нервной системы в целом. У меня еще вот есть слишком много. Вот, пожалуйста. Это вот то, что я увижу, вот, люди как работают, да, в разном. В разные шалы, я смотрю за шалом, как они работают. Есть свои техники, которые другие не принимают. Потому что у них своя есть, у них свои учителя, своя логика построения, да. Вы придете в одну шалу, у них там свои техники, да, вот эти вот. Они еще иногда пишут, мы даем аштангу и еще что-то. Такие, что-то еще. Печенка, да, которая заманивает всех. У кого-то там какие-то растяжки, там какое-то нечто называют все это. Ну, в общем, понимаете о чем? Какие-то супер-супер, там что-то должно тебя растянуть. Но если вы не знаете базу, это как классика, книжка. То есть, вы изучили классику, да, там. Потом Джойс, Кришнамачари, да, там. Аингар, да, ну, если мы берем йогу, да. Либо там битхозер. Вы знаете, из чего строится музыка, да. Понимаете? И тогда вы можете уже понимать, что вот это вот, как бы, может иметь место вообще, да. А это, ну, вообще никак. Понимаете? То же самое в йоге. У вас есть просто понимание, с чего строится там аштанг в йоге, да. Что вот это вот уже, там, это уже, ну, как бы, перебор. То есть, зачем это? То же самое здесь, да. Анатомия. Это база. Это преподавательская первая ступень. То есть, что вы там человека гнете, а вы не знаете, что вы там его зажимаете. Чего вы там, мы уже нельзя зажимать, потому что мы там зажать нельзя. Ну, это что невозможно, это же не рентген. Ааа, учитель должен быть рентгеном. Ну, это рентген. А вот когда учитель? Рентген психики, рентген психики, его состояние, он сразу пробивать должен. И рентген физики. Конечно, он общается с ним, да, там, выясняет, но он все, у него уже просто там 10 шагов вперед должно быть. Что я сейчас вам еще буду делать? Это, больную колено. Значит, у него может это, это. Значит, ему там сразу надо подложить. Ему давить сюда нельзя, да, там, и так далее. Понимаешь? То есть, сразу логика. А колено связано с бедром, да, там, с щиколоткой, да, там, с голеностопом, да, и в итоге, как бы, вот она вся связь, там, может выстрелить. Поэтому с этой ногой вообще осторожны, да, там, связи, там, посмотреть. Ну, я примерно говорю. С психики там целые, вообще, у нас целые семинары, поэтому как работает там психика тоже, вот, в последнее время мы набираем, что она определенной, по определенной схеме тоже работает. Это тоже, соответственно, это надо изучать, но это преподавательская тема в целом. Конечно, человек, который приходит, у него он никогда ничего не делал, он там картошку копал там всю жизнь и пришел на елку. У него все забито, он еще там комары закусали, не знаю, все, у него ничего не работает. А преподаватель должен все это видеть на 10 лет вперед уже, ну, я так считаю, по-хорошему, как бы. Так у нас, когда возникает вопрос в практике, ну, не важно, допустим, этот чатуран прям встали и вот думаем, может быть, надо было вес больше перевести, может быть, то есть какие-то вопросы, которые, в принципе, мне кажется, можно одним ответом поправить ситуацию. Нет, можно, можно, да. Например, не думай. И у тебя столько сразу своих каких-то... Я примерно говорю, я не говорю. Практически на штабе, она еще очень сильно зависит, как бы диамет одна меняется. Например, когда другими йогами, или видами йоги занимались, да, или другой какой-то, другой технический, например, когда у вас только на логе-физике вот корректировать, как бы, вот эту теоретическую базу краще, гораздо проще, потому что нет, как это, там, улабанцы, удеяны, брамные опалы, как бы, здесь практика быстро работа на этих вещах, в том числе. И, как бы, если это бывают дни, да, когда брамы и сапаны не работают, ну, там, все у вас, устоятельно, да, там, или улабаны... Ты не можешь дышать. Да, ты дышать. Ты не дышишь, ты не делаешь вдох, вот вдох тоже проблему, эту проблему. Когда эта асана в этот день корректно не сработает, в принципе, это, ну, как бы, бесполезно ее накутаться, пытаться подтянуть, или утянуть, или нажать, или руки расставить. Но она не сложна, потому что, как бы, эта работа не только в физике встать, а прячься, да, а вот это еще прямо оправдывая, и вот, и тогда она, как бы, встречается, как бы, да? Правильная постановка полигона, и тогда ее, как бы, оближет. Правильная постановка, первое, это физическая форма, просто выберет форма. Потом обязательно должно быть дыхание, правильное, которое вам помогает. Если вы не наладили дыхание, но на тех же трубоках, выходах вы там путаетесь, то вы просто не выйдете, вам будет сложно. Поэтому первое, поэтому первое, я сейчас говорю, на как акция вы настраиваете, на каких уровнях. На физическом чисто форма отстроить надо, потом дыхание запустить, и внимание правильно распределить. Есть дрижки, и еще помогает внутреннее внимание. Есть внутреннее, есть внешнее внимание. И вот на этих формах должна вся распределяться астра. Нельзя просто брать одну физику и говорить, что вот у меня там это. То есть там должно все быть. Тогда будет корректно. Мы не отрицаем, мы не отрицаем, что надо дышать, нормально все хочет. Но если это не сделано изначально, первое, что ты стоишь в чуду разный, вот так вот, под этим у нас все по-другому. Если мы берем о физическом аспекте, то смотрите, физический аспект отстраивается от чего. Сначала кости, то есть правильно поставить руки. Потом это, что у нас там, мышцы? Мышцы. Мышцы это агонисты, антагонисты надо найти, где у вас напрягается, где надо расслабить. За счет, может быть не надо напрягать так сильно руку, да, то есть она может сама расслабиться за счет того. Потом третье, это суставы. Суставы, да, это где заканчивается, то есть они суставы должны быть тоже встать на место. Четвертое, это уже банхи, да, мы подключаем, помогаем этими замками, мышцами распределять еще больше, усилить, либо там вытянуть, да. И четвертое, это уже дыхание. И пятое, бришки опять. Вот, вот так вот выравнивается асана. Я вам только что формуле выскал, откуда идет асана. Ну это что, самостоятельно все время работает? А как? Да хочешь, чтобы тебя каждую асану разбирал? Нет, ну нет. Для этого я им говорю, изучайте сами. Я решу, чтобы он мне сказал, я неправильно это делаю. Для этого мы собираемся на семинарах по воскресеньям и разбираем, вот недавно был по банкам, вот пожалуйста. Можешь рассказать, что вы там научились? У тебя есть вопросы, я тебе на них все отвечаю. Ты когда подходишь ко мне после... Мастер-класс это не отстройка человека, это вообще идея в другом, чтобы вы прокачали дыхание, попали в медитативное состояние, проработали вот эту тему с медитацией такой глубокой. Вот это вот нон-стоп. И тогда на выходе вы словили прану-опану, энергии, там вот эти все тонкие составляющие, расслабились, отпустили. А отстройки все эти, ну как-то я все равно их пытаюсь сдавать, я же не говорю, дело не в низком уровне, а на это нет времени. Задачи этого класса другие. Если вы будете постоянно отступать, отстраиваться, то вы просто сам метод как бы, ну не почувствуете его. То есть у вас просто будет хатха-йога. Вы там одну асану сделали, а как это, я начинаю тебя отстраивать. А там еще десять человек ждут, пока я там одного подниму ноги, второму там опущу мосты и он стоит ждет, пока я там тебя там отстрою, понимаешь. Третий там уже забыл, что делать, понимаешь, у меня же взгляд уже не только на тебя. Поэтому я и говорю, что невозможно, это не это надо отпустить и самой работать. Я же говорю, что это задача индивидуальная. Каждого человека спросить, я отвечаю и начать эту работу внедрять, понимаешь, внедрять самому. Поработать с этим, поработать с этим. У вас есть гияна, это знание вы получаете сейчас. А потом это надо в вегиану превратить, уже в опыт. Вы должны это проработать. И когда вы прорабатываете, говорите, Георгий, ну вот я уже две недели делаю, и что-то у меня нифига не получаете. И тогда я вижу, что вы работаете, я вижу, что у вас включен аппарат мыслительный. Я говорю, так, ну давайте будем по-другому что-то пробовать. Они все время вот как-то, а чего вы мне тут это не даете? А вы, а это мне, а это, а я это не могу, я это не могу, и что? Ну, это уже как бы такая зависимость получается. Ну, как бы, не хочу работать сам, ты мне должен сам все, я тебе заплатил, все, давай мне это делать. Ну, у меня такой вопрос, вот эта сложность, инфекция, внутренняя вот эта идея, не только на почеках, а на углование, у питание, постоянно, у каждой АС. Ну, вы имеете в виду? Лена, Лена задает вопрос, именно от стройки. Но это, 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 это ваш, ваш, ваш поиск. Вот, вот, вот хороший ответ. Он поискал и нашел для себя те зоны, которые ему более комфортно. Я сначала пришел, дайте-ка, ну скажите, что у меня не так стоит, где лапки не так стоят, а так почему нельзя? Мне одна пришла, такая. Аккуратно начали. Да, 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 вот, да. Одна пришла, я ей дал, она занималась, но она много занималась. Я говорю, ты помнишь, ты один раз, ты помнишь, когда ты пришла, первый раз, такая практика была? Она говорит, нет. Я говорю, я тебе даю суре намаскар, а ты такая, а че, а где, а куда энергии привлекать? Так, а почему ноги вместе, я замыкаю пальцы энергиями, вот такой вот, то есть я ей давал суре намаскар, просто вот чисто от стройку. А она мне такая, так, а вот что у меня здесь, я ничего не чувствую, а что я здесь должна чувствовать делать? У меня что-то должно потечь по мне, да, вот такие вот, знаете, там, а где каналы? И вот она такая все энергетическая пришла, то есть что мне тут дает? И когда она уже вошла в практику, то есть у меня пошло, вау, вот это, да, у меня уже пошел этот процесс. Ну, то есть поток, 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 этот поток, это, это, это идея этой практики, останки ее, поток, поток, нон-стоп, вы вошли и в него ушли вообще с головой, у вас там уже процесс другой начинается, все. Есть там кто, нет никого вообще, мне кто-то пришел, а что он не пришел, этот не пришел, я одна здесь занимаюсь, там дверь, кто-то вошел, что это вообще ничего не имеет значения, у меня своя практика, у меня своя программа, у меня свои задачи, мне надо их решать, все. Какие-то четуранга там, четуранга там, ну вообще ходит один, ему вообще никто не нужен, он пришел, можно я позанимаюсь, у каждого игру свои какие-то, ну как бы, так сказать, задачи, понимаете? Я на то время решил, знаешь, чего я сделал, когда у меня были такие вопросы, я решил один день полностью не отпускать кришку. Ну вот, тоже хороший опыт. То есть, ты на нос потом уходит, и я после этой практики, я после ссория намаскару, уже кулу уже весь, короче, у меня вход просто, что-то я чувствую, все эти энергии настолько сложно, не отвлекаться взглядом. То есть, я обещал полосу, самый сложный переход, не просто не отпускал вообще, не переход. Я и говорю, что мы можем ставить разные себе задачи на практику. А если надо действительно четурангу отстроить, ну надо ее отстроить, то есть, как бы, я же не против, что ее отстроить. Другой вопрос, как бы, либо вы убьете своего преподавателя, но вышлите из него, да, либо вы включитесь сами в этот процесс. Технику вам дали, и не один раз уже, ну сколько я ее даю, я ее постоянно вам даю. Я уже ее дал, если вот посчитать раз в 10, наверное, в 10 раз. И что, и все равно ноль. Почему ноль-то? Должен уже включаться в какой-то момент аппарат? Искать, искать, искать. Ну мы будем, я опять работаете. Работаете, конечно, у других блянтов нет. Конечно, работать просто. Здесь включаются уже другие, понимаешь, когда ты пришла на хатху-йогу, там да. Но когда вы приходите уже, у вас есть учитель, который вас видит каждый день, который вы ходите на мастер-программу, там уже другие истории начинаются. Там уже можно прорабатывать такие более тонкие вещи, как там эго свое. То есть он может вообще на вас заменить, к примеру. И вы думаете, а что он меня не смотрит? Да. И ты начинаешь себя бунтовать, понимаешь? У меня вообще все плывет, а почему он меня неправит? Понимаешь? А в итоге как бы мы работаем с эго, понимаешь? А где ты найдешь такую хатху-йогу? Нигде. Поэтому я говорю, что вот эти майсорские истории, лилы, да, я называла лилы, это история, да, это уже совсем другая. Потому что есть учитель, он видит твою занозу, он видит твою занозу не только физическую, а он видит уже все твои, потому что ты каждый день увидишь и видишь, о чем он виснет, на каких вещах. Не только физических, но и ментальных. Их надо тоже прорабатывать, это тоже йога, а не только физуха. У меня, например, по угоду как-то мой сорт, не так и сейчас, наверное, как-то мой сорт, поход в психиатр. Ну, да. Почему нет? Это хорошо, хорошо есть те, кто это видит и показывает, и есть возможность проработать. Я как бы не сторонник, как бы себя там позиционировать так, но это просто как бы естественный процесс. Я не говорю, что я там какой-то психиатр, но это же как бы вы видите сами, как это процесс происходит. Я могу, наверное, накричать там на кого-то, но я же не имею в виду как бы как личность. Я вообще как не к личности отношусь, а как, как это сказать, ну не прямая такая, а просто чтобы встряхнуть внутренне его, как бы прорвать его оборону вот эту вот, которую он зажат. Понимаешь? То есть я на люду там орал, там. Она потом кое-нибудь подходит, что ты мне кричишь? А я говорю, а я на тебя вообще никаких претензий не имею. Понимаешь? Она такой, что? Да? Понимаешь? И она сразу отпустилась. У нее сразу она перестала это принимать как бы на себя, что-то ли мне это будет. Токсичный стыд от накричь. Ну, да, да. За критику, когда ты весь плохой спрашиваешься. Это как кто-то говорит. Я ей говорю, что... А, нет, ты где-то лузер, лузер, не справишься, не справишься. А, нет, ты туда, мама, говоришь. А, нет, то, не то, не так, а не справишься. А, нет, ты хоть больно, больно, дуга. А, иногда они там все это шучи. Помоги, мамой, мамой. Помоги. Кстати, вот, поцикленность к нам этих отстроек, она же тоже помогает родам и неотверждать вот эти мысли, да, вот эти мешки, которые у нас в голове. То есть очень удобно так, да, сидишь там, упустили. Конечно, конечно. А тут борются параллель. Это и самая главная задача. То есть на каком-то уровне начать контролировать, учиться и искать эти связи. Я же почему начинаю с анатомии? Чтобы вы, у вас не было вопросов, ну, как бы они есть, это нормально, да, но не было такого прям вообще, ну, как бы тумана вообще, что происходит. То есть вы понимаете, что у меня там лопатка есть. Человек же, он не знает, что такое лопатка, он никогда ее не видел, он никогда не видел свою лопатку. Никогда, он даже не знает, что она есть. Он никогда не в зеркало там, а не на жизнь не смотрел, да. Да, он рассказывал. А тут надо лопатки отвезти назад, в чату рану. Да это же вообще космос. Это вообще нереально. Это нереально, лопатками начать двигать. И вы хотите, чтобы вас там за два месяца, за три месяца вы почувствовали что-то? Если бы они как бы 40, там 30, 40 лет, вообще не двигали. Осознанно, осознанно. И вы хотите, чтобы вас в йоге, которая вам переворачивает вообще весь ваш аппарат мыслительный, вообще, то есть она вам дает другую программу совсем. Она вам говорит, что ходить надо, гвёт головой, да, там. Вам надо учиться расслабляться, когда вам больно. Что такое? Как можно расслабиться, когда тебе гвёт? Это вообще что? Понимаешь? То есть она фокус-покус, да, это фокус-покус логически. Вот, и в итоге она вам просто, весь вам котелок срывает и переворачивает его в другую совсем работу. И в итоге вот когда у вас, да, идея-то в чём? Что когда вам начинает котелок переворачивать, у вас просто начинается взрыв головы. Понимаете? Вы начинаете терять, вы так не двигаетесь, вы не стоите на голове, вы не там не скручиваетесь никогда в обычной жизни. И, естественно, у вас начинается просто взрыв, как вообще что? То есть что происходит вообще? А тебе ещё говорят, надо сюда, там это, у тебя вообще... Ну, это же надо время, чтобы эти распознать связи вообще, как это тело своё изучить. Это новая наука, это новая наука. Это вы как в школу пошли, в первый класс. То же самое у вас йога. Вы думаете, вы за один год, там, за два что-то там поймёте, ну, что-то поймёте, но это 10 лет минимум. Первая серия 10 лет, чтобы вы её нормально прокачали. Я не говорю, как бы, вопрос как бы стоит, как вы делаете это всё, да? Вы же можете и вторую серию делать, но вопрос, как вы делаете первую, вы её как делаете? То есть вы фиксируете там переходы, эти все, там, я не знаю, пошатываю, что-то у вас, в боках, уткатасана, там, видите, делаете все подъём, отброс, там, веро-бодрасные переходы, эти все из пуш-спитасаны переходы, не касаясь ногами, пол, бокасан, ну, то есть это есть, или у вас всё в полу в пол, банк нет, концентрации нет, этого нет, лопаток нет, ничего нет. И в итоге первая серия, она такая, ну, как бы, она есть, но такая, такая, земная пока ещё, понимаете? Вы сами просите, даже доработать, потому что, как сказали, по поводу, надо прыгнуть, уже не поставить. А как, конечно, а ты хочешь, чтобы я за тебя всё делал? Нет, потому что, может быть, нужно мне сказать, что мы на канале, а ты должна открывать, не надо мне задать, а сами. Мы с тобой, мы с тобой, все твои вопросы, после практики, я тебе на них отвечаю. После практики, ты заканчиваешь класс, подходишь ко мне, и я с тобой 10 минут отвечаю тебе на эти вопросы, которые ты обязан, обязан, если ты человек разумный. У меня есть вопросы, но у меня нет времени. Ну, а как, когда хочешь? Хорошо, ладно, надо раньше встать. Поговорим, да не раньше встать. Вопрос не в том, чтобы раньше встать, мне потом ещё больше времени вопросов задавать. А в том, чтобы ты применять начинал, чтобы у тебя уже процесс пошёл свой. У тебя идеально, это как? Я тебе что-то даю, ты делаешь, и такая, вау, там, типа, а вот, а как, то есть, ты не задаёшь мне вопрос с точки зрения, я не понимаю, а с точки зрения, я делаю, я делаю, я делаю, а надо спросить, как именно выйти домой, посмотреть, как это делать, и сделать со мной. Мне надо спросить, как взял вопрос, например, ногами, прямые. Всегда поначалу полезно смотреть и ролики, книжки читать, вот, я всегда всем рекомендую читать классику. Меньше даже инстаграмма, ютуба, ну, так, иногда можно просто смотреть, чтобы, ну, для меня лично, как работа, да, там, что там в шалах происходит, эти, все, от всех отписался уже, кому, от кого надо было, у меня остались только шалы, что у них там в шалах, ну, то есть, моя работа, это шалах, а эти все звезды, они мне, ну, кто там, мне это уже не надо, но, тем не менее, это можно смотреть, просто вдохновляться, чтобы на практику вдохновение иметь. С себя полезно посмотреть, себя за вас. Да я, что, я не скидываю видео, что ли, вы каждый день видео смотрите. Ссякие шалы, и классики у нас, ну, вот, как бы, это все очень разные вещи. Вот это вот личная интерпретация автоматическая, да, если, как можно сказать, работа вот в шалах, наоборот, как бы, супер-эстриарен, она очень вилка от классики, потому что классика, она весьма умеренная, такая, как бы, самодостаточная, умеренная, умеренная, да, даже там тоже шарах, если посмотреть, как он делает, он делает очень ограниченные, умеренные, такие спокойные варианты, он не делает, он не делает вот этих путь акробатических этюдов, Ну, это на этом, это, это, ну, это вы же должны, у вас есть мозг, вы же понимаете, что это делается, как бы, с одной чисто физиологически, вы должны понять, то есть, на уровне физики, зачем вы это делаете, вам это надо, то есть, у вас что там, это, это вы акробатику, это делать для чего, то есть, для чего? Ну нет, с одной стороны, кажется, что это выглядит красиво, но визуально это что-то эстетично бывает, что-то эфирно бывает. Легкость подхода сложных тем, а не просто легкость, владение, лёгкость владения, лёгкость. Ну там корпусы сегодня, мы услышали, лёгкость, владение, что кому-то там легко, что там нет какой-то большой, сильной, трудно-тяжелой работы и те же боли. Это индивидуально, это индивидуально всё, то есть такого нет, ну то есть ум должен быть гибкий, понимаете, то есть кому-то это прям надо, сам творческим надо там всё, вот так вот, чтобы всё крутилось. Да. Пожалуйста. Он играет барабанчик, он играет барабанчик, всё, раз, молча барабанчик. Хотя да, ты правильно сказал, что есть классика, мы должны всё время возвращаться к классике. Это будет идеально, это будет идеально, у нас будет понимание вообще задачи этого метода, к чему мы вообще должны прийти. А то мы уйдём на эту, как сказать, на акробатику и потом в конце как бы, а ты что делал-то? Я как бы, вот это акробатика, а это вообще что такое, да и вообще не йога, это вообще не йога. Я так понимаю этих акробат, в общем, и когда я это начинаю слушаться, они начинают свои интервью, говорят, я считаю моё мнение, как бы, окей, хорошо, какое-то моё личное мнение имеет отношение к практике, ну то есть потому что в практике есть практическая база. Что ты кроме своего мнения можешь рассказать? Вот скажи, кроме своего мнения что-то русское, поэтому и правду говорят. Я считаю моё мнение, как что-то русское. Ты знаешь, понимаете? Непонятно, к чему мы придём в итоге. Поэтому мы должны возвращаться всегда к истокам, к учителям, что там дают, что они говорят, чтобы у нас, ну мы хотя бы понимали примерно, что к чему мы придём в итоге. То есть, а что, а то мы сейчас накрутимся, ну как бы, да, а в итоге-то, ну и такие же есть много ребят, которые крутятся, а что в итоге-то? То есть они нас заряжают вот этим вот хайпом, да? Вау! А толку-то от него чего? То есть мы потратим время на это, потратим на это время, ну деньги там, всю энергию свою, да? А в итоге что мы получаем там? Зачем мы не получаем? Мы ничего не получаем. Кроме, кроме переломанных там костей, да, там порванных мышц и ещё там кучу времени, которое мы могли потратить там и семью, на детей, там и вообще на всё другое, на путешествия. Поэтому тут уже, ну тут уже включается работа как бы сознания, мы развиваемся как бы в йоге или нас, или мы эгрегорозависимые, да? То есть нам показали, и мы сразу, опа, у нас нет своих принципов, у нас нет базы, сколько времени? Нет, вместе, сколько времени? Всё, мы уходим сейчас. Ещё детские травмы. Ещё детские травмы. Это нам с детской. Не выпендривайся, не придуривайся, мне это самое, да? Не запущаясь точно выражаться. И мы смотрим на этих игроков? Они просто сделали базу и добавляют в пешки. Вот я же режу, например, салат, да? Раз под пешки. Да, всё, можно будет. Я делаю базу. Что вы, навлекайтесь. Могу с кем-то разговаривать. Потом сидит пирик. Окей, на этом мы закончим, да? Спасибо большое, Володя. Спасибо большое, Володя. Спасибо большое, Володя. Да.